Добрый день! Сегодня я расскажу вам об одном интересном способе размножения картофеля. О том, как на своем участке вырастить оздоровленный картофель. Все мы привыкли размножать картошку исключительно клубнями. Этот способ довольно простой. Осенью или по весне мы отбираем лучшие клубни размером с куриное яйцо для посадки. Потом в апреле мы их проращиваем, садим в почву и получаем урожай. Но я заметил, что при таком способе очень сложно увеличить урожайность картофеля при смене агротехники. Или практически невозможно этого сделать. Наверняка вы замечали, что на картофельном участке встречаются единичные кусты, которые отстают в росе от остальных, и листья у них слегка курчаются. Это признак того, что картофель вырождается. Из-за вырождения картофеля исчезло множество неплохих отечественных сортов, которые отличались высокой урожайностью и устойчивостью к заболеваниям. Но эту проблему решить можно, если вырастить картофель из семян. Все мы привыкли называть семенами клубни картофеля, которые мы используем для посадки. Но здесь имеются в виду другие семена. Те, которые вырастают из картофельных ягод и получают их в специальных условиях. Потому что редко в естественных условиях на картофельном поле семена вызревают из зеленых ягод. Чаще всего они опадают. Семена картофеля можно приобрести в специализированном магазине. Их продает фирма Седек. Вот так вот выглядят картофельные семена в пакетиках. В принципе, можно получить семена из-за своего участка. Из картофельных ягод. Но, как я уже говорил, они очень редко вызревают. Как правило, бутоны опадают сразу же после цветения. Поэтому я предпочтение отдаю покупным семенам. Картофель можно высевать, начиная с начала марта. В таком случае, в первый же год мы получим крупные клубни из кустов. Если же посеять несколько позднее, но не позже конца апреля, то в первый год мы получим мини-клубни, которые называются севком. Вот уже из них на следующий год мы получим полноценный урожай картофеля. Сегодня уже 27 марта. 25 марта я начал замачивать семена. Прошло уже 2 дня. Сейчас мы будем высевать их в стаканчики. Как вы видите, у картофеля очень мелкие семечки. Поэтому при посеве мы будем сеять их по поверхности. Заглублять их не надо в землю, потому что они будут очень долго всходить. А могут вообще не взойти. Семена мы по поверхности, но между ними необходимо выдерживать расстояние около 2 см. Однажды, в прошлом году, я уже садил картофель из семян, но посеял его слишком густо. Поэтому при пикировке мне было очень сложно отделить один семянец от другого. Потому что при густом посеве картофельные всходы ложатся на землю и переплетаются друг с другом. После посева мы обязательно увлажняем землю из пульверизатора. Далее мы помещаем наш стаканчик в полиэтиленовый пакет, чтобы влага с поверхности земли у нас не испарялась. Позже на пакете образуется конденсат. В таких условиях очень быстро картофель у нас взойдет. После этого мы устанавливаем стаканчик в теплое место на несколько суток. И следим каждый день за появлением всходов. Потому что с поверхности семена будут сходить у нас очень быстро. В дальнейшем я буду рассказывать о том, как ухаживать за картофельной рассадой. Если у вас возникли вопросы, задавайте их в комментариях. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. До новых встреч!